Друзья, всем здорова. Вы на канале Никита Ленкова. У нас есть сегодня повод расстроиться, потому что мы говорим Пукету до свидания. Дело в том, что получается, что это наш последний завтрак на Пукете. Ну, крайний. Средний не говорится, говорится крайний. Потому что нам хочется сюда вернуться. Здесь хорошо. Здесь нам очень понравилось. Здесь началось знакомство Юли Саиланда. Ну, и у меня есть футбол. Там тоже началось на Пукете. У нас такой завтрак. Я, казалось бы, право мне. Кофе. Вот водичку принесли. Ну, Юля просто кофе и ждет еще. Обед. Обед, да. Грустные ритуалы перед отъездом. Мы сдаем мопед. Этот мопед служил нам верой и правдой. Долгое время. Сколько дней у нас он был, я уже не посчитаю. Ну, мы брали изначально его на один день. Говорили, мы не знаем, что будет с тестами. Сейчас сдаем. Все. Вот так вот. Вещи собраны. Мы упакованы. Подушка на мне. Это означает, что мы готовы полностью к отъезду. Итак. Быстренько снимаю еще раз обзорчик номера. Он у меня был в самом начале. Одном из первых видео. Вот. Смотрите. Мы, получается, здесь живем 900 бат. 900 бат. Это меньше 30 долларов в день. 28 баксов. Примерно так. И так. Так, так получается. Что мы за эту цену имеем? Мы имеем отличнейший номер. Кондиционер. Хорошо убирает. Все делает. Ну, понятно. Мы сейчас выезжаем. Максимально он, конечно же, грязный. Поэтому не обращаем внимания. Отличная кровать. Отличные подушки. Сразу. Сразу. Главный недостаток номера в том, что во всех номерах кондиционеры дуют в сторону кровати. Ну, мы, в принципе, ничем как бы не страдали. Вот. Потому что 25 градусов стоит кондер. Все хорошо. Закрылки мы поднимали. Закрылки. Да, да, да. Поднятые. Вот. Максимально. Вручную поднимали. Даже не парились. Насчет того, чтобы там. Короче, вручную. Раз. Подняли, как хотите. Вот. Говорят, что, мол, это нельзя делать. Кроме того, телевизор, холодильник, сейф есть. Классно. Полотенца дают. Пляжные. Полотенца дают обычные. Есть халаты. Есть зонтики даже у вас. Отель называется Masi Design Hotel by Catalima. Есть у нас туалетная комната, раковина, туалет, душ. Отлично все. Все как бы работает. Все сливается. Нигде ничем не течет, ничем нигде не бежит. Слышимость. Нет как бы никакой слышимости других номеров. Единственное, последние дни почему-то где-то здесь дискотека стала быть. Вот виды с номера. Вот наш балкон. Вот кондиционер шумит наш. и когда дует сильный ветер, через щели так задувает. Но я не знаю, как это считать минусами вообще, но вот если к чему-то придраться, то вот, в принципе. Насчет цен, а, да, дают обязательно чай, кофе, дают воду, каждый день все это приносят. Пляжные полотенца. Пляжные полотенца, да-да-да-да, сказал. Цены. Цены, в принципе, как на рынке, как везде, там плюс-минус. Например, рис стоит 100 бат, это 3 доллара. Лапша тоже. О, нам уже звонят, потому что за нами приехало такси. В общем, вот так вот. Итак, идем дальше вниз. Спуск с 6 этажа очень сложный. Приходится на таком вот красивом панорамном лифте спускаться. Что такое, ногу задело. Везде, кстати, камера наблюдения, вот, и в лифте в том числе. Это, ну, это классный бонус. Никаких проблем там вообще не было, потому что кто-то говорит, у меня украли вещи, что-то, еще что-то, еще что-то. У нас вообще ничего. Но это говорили не в этом отеле, а где-то. Так, спустились. Сейчас я вам покажу быстро бассейн. Спортзал есть небольшой, но я даже... Там пару... Ну, там гантели есть, беговая дорожка, велодорожка, велотренажер. То есть, и вот такой класснющий бассейн есть. Классный бассейн, теплая водичка. Находится он в тени, и это классно, потому что некоторые писали, что не очень хорошо. Не знаю, мне наоборот понравилось. Депозит 1000 бат. Вот ресепшн, и вот сразу выход на улицу. Не знаю, оставляли мопеды прямо здесь, на улице. И никаких проблем. Очень все стильно, очень все красиво. Смотрите, тут картины у нас. Ленан. Мона Лиза. Не знаю, все круто. Мне все очень понравилось. Ага, денежки вернули. Все, сидим в такси. Заказали заранее. Не знаю, мы заказывали Алекс такси. Очень много разных вариантов. Есть и игра в такси, и всего-всего-всего. Ну, мы как-то и с аэропорта с ними сотрудничали. То есть, заказали заранее. Вообще никаких проблем. Вовремя приехал водитель. Все отлично. В Хукетту говорим. До свидания. Грустно выезжать? Немного. Немного грустно, да. Сейчас отлично вообще отдыхать, потому что мало людей. Друзья, если есть возможности, вы еще думаете ехать, не ехать. Очевидно, я думаю, что, конечно же, ехать. Уже такие родные места. Конечно же. Да, немного жаль. Но пора двигаться дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, три часа на такси. Это стоило у нас 2700 бат. Мы переехали на Краби. Аонанг. У нас был отель на Пхукете за 28 долларов. А здесь у нас отель за 25 долларов. Блю Сотел. Сейчас я прочитаю точно, как он называется. Посмотрим, что за эти деньги мы получаем. Мы получаем огромнейшую кровать. Хорошую, огромную, добротную кровать. Так, а что, мы можем ее разъединить? Нет, от Юли я никуда не убегу. Получается, что диванчик. То есть, если Юле надоест, можно ее всегда переместить. Куда? На диван. На диван. Правильно. Но, конечно, это чревато последствиями. Я это понимаю. Вот. Телевизор. Зеркало. Да, е-мое. Как ты взяла бы на видео уже первое самое? Я, может, хотел прыгнуть. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, есть у нас здесь холодильничек. Холодильничек, да, пустой. Водичку нам сказали, каждый день вам будут приносить. Есть у нас здесь и чай-кофе, понятное дело. Есть у нас здесь си-их. Есть у нас здесь полотенце и пляжная сумка. Вот. Юля уже говорит, может, можно ее забрать? Это, наверное, нельзя забирать. Там еще такая пластиковая, я не знаю даже, нужна ли она. Ладно. Так, есть у нас здесь. Идем в ванну. Сейчас покажу вам. Вот. Ага. Лампочка над туалетом не горит. Надо же что-то плохое сказать. У нас здесь есть настоящая ванная. Слушай, мне там, честно говоря, даже больше нравился душ, чем целая ванная. Но ванная тут маленькая получается. Ну, такая как бы. Вот я два метра ростом, сидя, прям помещусь. Ну и душ, вот же. А, точно, нормально же душ еще есть. А, так у нас и ванная и душ. Мы можем, в принципе, параллельно с тобой мыться. Вот. Один здесь, а другая вот здесь. Хорошая раковина. В общем, все отлично. Не знаю, я просто за эти деньги, мне как бы немного неловко. Почему? Потому что, действительно, это очень дешево. Мы, ну, я здесь второй раз на Крабе, на Аонанге пляже. Вот. И мы с отцом жили, помню, первый раз, по-моему, за тысячу бат. Тысячу бат это 30 баксов. Больше 30 даже долларов. 32 где-то доллара. В гисхаусе. Сейчас этот гисхаус стоит вообще, то есть, где-то баксов 15. Вот так вот. Даже дешевле, за 10. А, или 10 долларов, да-да-да, он стоит. В общем, цены рухнули настолько. И здесь, это просто, ну, какая-то, не знаю, мега халява жить в таком отельчике. Класс. Еще здесь очень классный бассейн, много всего. Но все это мы немного позже увидим. Сейчас мы разместимся. Нам надо еще акклиматизацию пройти. Много разных процедур. Ну что? Ты что, устала, что ли? Нет. Так все, пошли тогда. Вышли из комнатки. И посмотрим, у нас здесь должен быть бассейн. Да, так есть. Барчик, бассейник. Так. Ага. Тут получается, прям можно вот так вот выйти из комнаты. Есть такие даже номера. Вышел из комнаты. И долго не думая, нырнул прям сюда. Все. Элементарно. Ладно. Идем на выход. Нам бассейн неинтересен. Писали всегда подписчики, говорят, что это вы в бассейнах купаетесь. Да, хорошо снизу бассейн выглядит действительно. И номера прикольные здесь, когда расположены. Вот. Здесь еще, смотрите, так классно буфет расположен. Получается, ой, сразу стекла так открытые. Вот. Ну ладно. Все, мы идем на улицу. Как понять, что ваш отель расположен в одном из таких центральных мест? Самый простой способ, это Макдональдс. Вот. Прямо возле нас он есть. Смотрю, здесь тоже акционные кафе, как и на Пхукете есть. Вот по 59 бат, например, у вас будет том-ям, лапша с креветками, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Так, ну давай, бери. Взяли мы блинчик. По 50 очень большое разнообразие блинчиков. Там есть и манго, и бананы. Там дорожка. Да, да, да. Там пхукете. Короче, мы вот так прошлись. Цены плюс-минус одни и те же, как в Пхукете, так и здесь. Людей здесь намного меньше, так, на вид. Но пока, не знаю, еще жаркий день. У меня тут вообще ассоциация какая-то с краби. Это жара, блин, жарень. Вот, и сегодня так совпало. То дождики были, то еще что-то. А сегодня прям, ого, пекло. Так. Ну, людей действительно немного. Ну, а так мопеды 200-300. Просто тоже. Мы, честно говоря, на Патонге не могли за 200 найти мопед. Это просто для меня какая-то дикость. Потому что думаешь, я под 100 бат даже в Таиланде мопед брал. Ну, тут все уже. Сразу 200 фиксированная цена идет. Макдональдс, получается, зашли мы. Он здесь дороже, чем в странах СНГ. Вот, например, там 250 стоит Big Mac меню. 250 это у нас 8 долларов. Примерно так. Вот. И, ну, в общем, мы заплатили за мороженое, за кофе, за чизбургер 200. Вот. Дороже, короче. А сколько чизбургер? Не написано? 100 бат. 100 бат. Ого. 3 доллара. У нас вообще, да, доллар получается. Угу. Вообще, 3 раза даже. Идем, идем мы с Юлей, значит. Все хорошо, но людей-то здесь меньше. Вот. И обустроено как-то все меньше. Но у меня первое впечатление, Пхукет выигрывает однозначно с Краби. Потому что более цивильно там, в хорошем смысле слова. То есть здесь больше не колорит, а скажут, ну, а-а-а, здесь наоборот, более все тайское. Не, не тайское, а как-то, не знаю, неблагоустроено все более. Вот все. Пхукет больше подготовлен. Да, Пхукет лучше подготовлен однозначно. Так, знаете, как будто здесь больше, вот, цены такие же, как будто больше здесь зарабатывают, при том, что меньше предоставляя сервис человеку. Вот что разница. Ну, здесь тоже, по-своему, конечно, интересно, классно. Мы только оставимся. Пойдем сейчас на один интересный пляж, поскольку первый, ну, первый день на Крабе. Я думаю, будет достаточно туда сходить под вечер. Нормаля. Идем по обезьянной тропе в сторону пляжа, как я уже сказал. Я уже забыл, что она такая крутая, если честно. А, ну, все, мы вот поднялись и все. Уже недалеко осталось. Ну, как, подниматься недалеко, а идти еще метров 10 примерно. Шари. Прошли мы эту тропу. Ну, как вы поняли, ничего интересного не произошло. Это означает, что обезьянок мы не встретили по дороге. Фух. Жарко очень. Так, что-то тут контроль какой-то на входе. Так, сейчас проверим. Раньше был бесплатный пляж, это прям 100-500 процентов. Вот мы и на месте. Вообще, другая природа, конечно, на Крабе и на Пхукете. Прям намного резче эти скалы. Намного. Поэтому идти по ним намного приятнее. А это расположен пятизвездочный отель. Он, наверное, самый крутой считается на Аонанге. Вот. Но, естественно, туда заходить нельзя. Вот. Но вы имеете право пользоваться пляжем беспроблемно. В этом плане, конечно, в Таиланде круто, потому что пляж всегда это общественное место. Никто не имеет права его перекрыть. Так классно стало, когда зашло солнышко. Вообще, супер за тучей. Я тут хожу по берегу гуляю, обнаруживаю, думаю, что это за кактус у нас тут. Вы посмотрите, что это за радость вообще. Как это называется, скажите, пожалуйста. Видите, шевелятся иголки. И вообще, опасно или нет. Ой. Видите, да? Прям шевелятся, шевелятся. Насколько это опасно, потому что мы же тут все босиком ходим. Я думал, тут нет ежей таких. Может, это маленький ерочек? Не знаю. Ну, трогать не буду. Страшно. Ну, а пока, вот скажу честно, первое впечатление после Кулкета, здесь мне нравится меньше. Ну, еще как бы это все совпадает. Знаете, переезд все-таки там 3 часа длился. Потом мы приплыли. Здесь у нас, получается, отлив. Как-то, блин, не знаю. Как-то делать здесь, конечно, меньше всего. Ну, я рад, что мы здесь, конечно, побываем с Юлей. Потому что в следующий раз, когда мы решим уже сюда поехать, в Таиланд. Ну, мы поймем, например, Краби хотим, не хотим. Вот только что с папой в связи разговаривал. Я говорю, ну, почему тебе больше сейчас нравится? Он говорит, да ладно, да ты что, класс здесь. Как бы и сразу окрестности увидел. Ну, горы обалденно красивые. Прямо обалденнейшее. Не знаю, вот то, что вот эта зона красивая, это однозначно. А вот эта зона, ну, не такая красивая она. Еще отлив. Вот, поэтому, говорит, сразу хочется в Таиланд. Ну, нет такого момента, что купил билет и полетел. Сейчас все это сложнее. У нас такое было. Родители находились здесь и начался, по-моему, то ли свиной гриб, то ли что-то еще. А я не говорю, покупайте билеты и летите. Все. И мы с Лехой как раз в универе учились. Просто купили билеты, прилетели и здесь кайфовали пару недель. Класс. Позвал Юлю. Что вы думаете, она начала делать? Она растеребила эту штуку. Единственное. Я тут нашел еще три. Ну, да, они как-то не поймут, почему. Вообще, что это за гадость такая? Она живая, с иголками. Шевелится как-то. Шевелится, да. Насколько это опасно. Куда мы попали? Мы же так хорошо отдыхали. Мы переехали и тут одна гадость попалась. Стремно. Ну что, пошли в море купаться. Только теперь в костюме. И в тапках. Паралка. Друзья, ну вот-то все наши капризы, мне кажется, разбиваются, когда ты видишь эту красоту, эту красивую природу. Поэтому, стоит ли приезжать? Конечно, однозначно приезжайте на Грабе. Не знаю. Здесь вообще совсем по-другому. Прям совсем иначе. Мы еще только-только тоже как бы вкатываемся. Мы будем находить какие-то места, где мы будем есть, где мы будем пить, где нам все будет нравиться. И потом, я думаю, тоже, конечно, уезжать будем отсюда с грустью. А сегодня такой первый-первый день. Все. Солнце у нас за облаками. Скоро оно зайдет, поэтому мы тоже будем заканчивать видео. Пока-пока-пока. Будьте здоровы, будь счастливы. Подписывайтесь на канал. И наблюдайте вместе с нами за такой красотой.